Это Любовь Соболь. Глава Конституционного суда Валерий Зоркин выступил с программной статьей и рассказал про точечные изменения в Конституции, социальную напряженность и важность политической конкуренции. Зоркин довольно редко выступает в СМИ, а тут внезапно целый программный текст. Сразу пошли обсуждения, а что это значит? И вот значит скоро изменит Конституцию. Сейчас про это сложно сказать и конспирологию скатываться не хочется, так что посмотрим. А пока просто хочу рассказать про эту статью. В статье много всего интересного. Например, Зоркин прямо признает, что в Конституции есть недостатки и что они в отсутствии баланса в системе сдержек и противовесов во власти. Но я бы хотела выделить две части этой статьи про социальную напряженность и политическую реформу. Валерий Зоркин пишет, что в России чрезмерное социальное расслоение, 20 миллионов бедных, а самая массовая группа бедных – это семьи с детьми. Но хочется спросить, а кто же в этом виноват? Зоркин упоминает приватизацию 90-х. И тут даже хочется согласиться. Конечно, происходившая в 90-х несправедливость оказала огромное влияние на Россию. Но все-таки сейчас уже 2018 год. 18 лет России правит Путин. Разве не у Путина друзья-миллиардеры, зарабатывающие на госзакупках? Разве не они строят себе вот такие дворцы на Рублевке, демонстрируя резкое социальное расслоение? А ведь это, если так можно сказать, дома не олигархов из 90-х. Это владение Аркадия Ротенберга и его брата Бориса. Того самого Ротенберга, который был партнером Путина по дзюдо, а после его прихода к власти стал долларовым миллиардером. Но про это господин Зоркин в статье не пишет. Как не пишет продача из фильма «Он вам не Димон»? Или самолет, на котором летают собаки бывшего вице-премьера Шувалова? Жаль, что не пишет. Без этого заявления, что борьба с коррупцией – это жизненно важный для России вопрос, как-то неполно выглядит, неубедительно, на мой взгляд. Ну и политическая реформа. Эта часть статьи меня просто изумила. Зоркин пишет про необходимость того, чтобы у оппозиции была реальная возможность с прихода к власти в рамках Конституции на началах честной политической конкуренции. Или что конкуренция в парадигме правящая большинство парламентской оппозиции предотвращает политическую систему от застоя и загнивания. Это тот самый Зоркин пишет, который уже 15 лет возглавляет Конституционный суд. Зоркин, при котором КС отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на закон о выборах. В 2013 году политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова осудили по так называемому делу Киров-Леса. В феврале 2016 года ЕСПЧ признал, что во время этого суда было нарушено право на справедливое судебное разбирательство и фактически призвал отменить приговор. Верховный суд приговор отменил, но не оправдал и извинился, а отправил дело на пересмотр. А затем Кировский суд у Чуда снова признал Навального виновным и вынес такой же приговор. В декабре 2017 года Навального из-за этого приговора не допустили до выборов президента. ЦИК сослался на закон о выборах, в котором есть запрет на участие в выборах осужденным по тяжким статьям. Как раз этот закон Навальный пытался оспорить в Конституционном суде. Ведь в Конституции написано, что не имеет права быть избранными гражданами, содержащиеся в местах лишения свободы, а про условный срок там ничего нет. Но дело даже не в самой жалобе или толковании Конституции. Уверена, что Зоркин знает, как и для чего Навальному давали судимость по делу Киров-Леса. Про вмешательство власти, про политическое дело и про все остальное. А теперь он про политическую конкуренцию пишет. Ну какой молодец! Да еще и двухпартийную американскую систему в пример приводит. Хотя дело не в том, сколько главных партий. Главное это, как соблюдаются законы. Если бы в США суд по распоряжению президента вынес приговор его политическому оппоненту, то в Конгрессе США объявили бы импичмент такому президенту. И вот поэтому там политическая конкуренция, а не потому, что там две партии. В прекрасной России будущего Конституционный суд будет независимым и будет обеспечивать соблюдение прав и свобод, а не обслуживать интересы власти. И вот тогда в России будет политическая конкуренция и снижение социального неравенства. Сегодня в Ингушетии депутаты планировали обсуждать аннулирование голосования по границе с Чечней. Но неочередное заседание Народного собрания не состоялось из-за отсутствия кворума. Напомню, что 4 октября в парламенте Ингушетии прошло голосование по вопросу границы с Чечней. Тогда официально объявили, что за проголосовало 17 депутатов из 25. Но несколько депутатов практически сразу заявили про фальсификацию голосования. Затем депутаты уже под запись рассказали про нарушения. Голосование по такому вопросу должно быть открыто. Это уже они начали работу с нарушения регламента Народного собрания. На самом деле проголосовали 13 человек, это мы знаем точно, против проголосовали. И четверо еще испортили бюллетени, но явно не согласен с тем, что голосуют тайным голосованием. И это, между прочим, депутаты единороссы говорят. Вот это на видео были единороссы. В итоге протестующие, которые пришли к зданию парламента, решили митинговать до отмена соглашения и остались на площади на ночь. Сочувствующие начали нести участникам акции продукты и теплую одежду. Вскоре участникам митинга организовали полевую кухню, вывоз мусора и специальные настилы, чтобы можно было помолиться. 5 октября к пятничной молитве присоединились даже силовики, которые находились на площади. Протест продолжается до сих пор, уже неделю, круглосуточно продолжается. А вот так в это время выглядит главная страница сайта ГТРК Ингушетия. О том, что местные СМИ либо замалчивают ситуацию, либо освещают ее однобоко, вообще многие говорят. Вот, например, статья в газете Ингушетия. Кто запустил ингушский маховик? Спрашивает автор. Маховик, понимаете? У них тысячи людей на площади протестуют. Они про маховик пишут. В результате люди вынуждены смотреть репортажи BBC, а не своих СМИ. А почему, собственно? Почему люди должны смотреть и радоваться британскому СМИ? Это что за работа российских СМИ такая? В это же время на сайте той же газеты Ингушетия публикуется статья про журналистский конкурс «Правда и справедливость» С названием статьи роль журналистов трудно переоценить. Только вот чтобы журналисты играли свою роль, надо честно и справедливо освещать события. И тогда люди будут смотреть государственное ТВ, а не BBC. Вчера с делегацией протестующих встречался полпредпрезидента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников. Как пишет «Кавказский узел», встреча продолжалась целых пять часов. Активисты писали, что она прошла достаточно плодотворно. Но, как видно по сегодняшнему срыву голосования, пока к отмене соглашения власти не готовы. Тут еще важно сказать, что власти и государственные СМИ изначально писали про равноценный обмен территориями в рамках соглашения о границе. Но журналисты BBC опубликовали карту, составленную на основе текста соглашения. И по ней выходит, что обмен неравноценный. Если сравнивать с текущими границами, которые в частности указаны на Яндекс.Картах, то Ингушетия теряет более 20 тысяч гектар. Ну как в такой ситуации можно говорить про равноценный обмен? Также важно отметить, что речь не идет про конфликт чеченцев и ингушей. Это протест против действий властей и того, чтобы такой важный вопрос решался через закулисные переговоры Евкурова и Кадырова, а не через референдум. Тем более, что про референдум даже Конституционный суд Ингушетии говорит. Ну и общее положение дел в республике, конечно, роль сыграло. Люди имеют право высказывать свое мнение и требовать, чтобы власти это мнение слушали. Люди имеют право требовать отставки главы региона, ведь так и работает демократия. Надеюсь, власти осознают это и пойдут договариваться с людьми. На то они и власти, чтобы вести переговоры и договариваться. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал о проблемах с выплатой зарплат в партии. «Мы поддержали президента и за это ничего не получили», – заявил Миронов. «Справедливая Россия» – одна из четырех партий, представленных в Госдуме. Ее создавали при активном участии Кремля. В 2006 году тогдашний знак главы администрации президента Владислав Сурков встречался с членами Российской партии «Жизни», лидером которой и был Миронов. Там Сурков посоветовал партии опираться на протестный электорат и сопроводил это фразой. «Лучше этот электорат, который настроен против всех видов администрации, окажется привлечен к вам, чем к деструктивным силам». После этого на основе Российской партии «Жизни» и еще нескольких партий была создана «Справедливая Россия», которую и возглавил Сергей Миронов. И эта новая партия стала по заветам Суркова завоевывать протестный электорат. Особенно это проявилось перед домскими выборами 2011 года. Тогда протестный потенциал был очень большой. Многие люди в поисках, за кого бы им проголосовать, выбирали «Справедливую Россию». И те поддерживали это. Даже использовали в компании слоган про жуликов и воров. И вот в январе 2012 года на волне протестов за честные выборы Миронов рассказывал, что хочет видеть Алексея Навального главой счетной палаты. А потом протестные настроения спали, и господин Миронов риторику сменил. И вот в декабре 2017 года «Справедливая Россия» про Навального в правительстве уже не говорит. Она поддерживает Путина. Но это решение вышло партией боком. По закону в России партии, чей кандидат на выборах президента получает много процентов, полагается выплата из бюджета. Например, КПРФ из-за результата Павла Грудинина получила более миллиарда рублей. «Справедливая Россия» поддержала Путина, и ей не выплатили ничего. По этому поводу Миронов как раз и выразил неудовольствие. Вот она, ирония российской политики. И все по закону, ничего не поделаешь. Причем депутаты сами такие законы и принимали. Что можно сказать по итогам этой истории? Протестное голосование – это часто полезно. Но гораздо лучше голосовать за свою партию. Ту партию, которая будет защищать ваши интересы, а не сдаст их в угоду администрации президента. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.